Да, думаю, стоит сходить и взглянуть на эти ценности своими глазами. А сейчас мы предоставляем традиционную рубрику «Дружить просто». На этот раз Наталья Перминова расскажет, как ей удалось найти общий язык с крупными представителями семейства собачьих. Между прочим, их вой больше всего похож на волчьи. Но не пугайтесь, характер у этих очаровательных животных очень покладистый. О ком же идет речь? Сейчас узнаете. Возраст находок составил 7-8 тысяч лет. Это значит, что человек приручил собаку намного раньше, чем того же оленя. Среди известных нам ездовых пород – хаски, самоеды и якутские лайки. Кстати, сейчас их легко можно встретить и в городе. Вы якуты! Вы якуты! Буран и Берта – якутские лайки. На диванах такие не живут. Это расслабляет. А вот в вольерах собакам вполне комфортно. Они очень неприхотливы в житие, скажем так. То есть вот ему хватает вольера, ну можно даже без пола, без деревянного, то есть его можно просто содержать на улице. И он сам, ну как бы, сам себя обогреет. Эти собаки лишь внешне похожи на волка. Якутская лайка, она как бы очень добродушная, очень, ну любвеобильная, скажем так. Вот именно вот эта собака очень любит обниматься. То есть он подходит к тебе, передние лапки на тебя вот так вот складывает и стоит. Лапки нужно почаще разминать и через пару часов Бурана и Берту повезут на уже традиционную пробежку в лес. В 2006 году на мировые экраны вышел американский фильм «Белый плен», основанный на реальных событиях 1958 года, когда в «Белый плен» Антарктики попала японская экспедиция вместе со своими ездовыми собаками. По факту из 15 собак, оказавшихся в снегах, удалось спасти лишь двоих. Но это экстренный случай. Вообще, ездовая собака отличается крепким здоровьем и надежной шерстью, удерживает до 50 градусов мороза. А вот и тюменские хаски. Глазки разные, потому что, ну, это генетика как бы. Предки этой собаки, они в основном были голубоглазые. Предки этой собаки, они были как кореглазые, так и орликины разноглазые. Голубоглазые или кореглазые хаски одинаково выносливые. Самые известные представители породы хаски тога и балта. Именно эти псы в 1925 году старались доставить в городок Ном сыворотку от дифтерии. Благодаря собакам население города было спасено. У меня вот собака называется саморецкая собака. Это породы ездовых лаек. То есть на них всю жизнь выводили для того, чтобы ездить, пасти оленей, ну и греть как бы детей в чумах. Юлии удалось объединить любителей северных собак с помощью ездового спорта. Летом это езда на велосипедах, зимой на нартах. Занятия бесплатные, и на них можно прийти с питомцем любой породы. Для бега можно использовать одну или две собаки вместе с цепленных. Так двойка можно, на двойке ехать, двойка, тройка, четверка, шестерка, вплоть до 12 собак. Считается, что до года собаку нельзя нагружать в нартах. Первые занятия можно начинать с 7-9 месяцев. Одна собака выдерживает до 35-40 килограммов. Для езды понадобится шлейка и потяг. Все это можно сделать и своими руками. И вот как и сотни лет назад перед любым заездом пес начинает выть. Ну вот пришло время и самой попробовать. Кстати, издавая собака должна слушать не только своего хозяина, потому что случаи бывают разные, а ехать все равно надо. Берегите своих животных. Пока-пока.